Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня прекрасный солнечный день. К концу видео совершенно точно мне станет жарковато. Вчера подобное видео я не смогла записать. На самом деле, так много зависит от того, как ты выглядишь в кадре, как вещи люди выглядят в кадре, если есть солнце, либо его нет. Сегодня я расскажу вам о том, как выбрать джинсы. Я взяла в пример джинсы, которые я купила себе недавно. И я очень-очень давно не покупала себе джинсы. И я рассказывала и говорила о том, что если вы хотите купить себе джинсы, не делайте этого, потому что на самом деле джинсы на всех, джинсы везде. И лучше купить брюки, возможно, даже а-ля Chinos. И сегодня я расскажу вам о тех секретах, которые я узнала, потому что я с мужем прошлась по магазинам, а мужу нужны джинсы. И я предложила выбрать мужу джинсы а-ля 90-е. Я не только сама застряла в 90-х, я еще и мужа туда позвала, и вас тоже зову, потому что специалистика 90-х, на мой взгляд, она очень непривычна нашему взгляду. И можно действительно за копейки выглядеть классно. В конце видео я покажу и расскажу о своих трениках, о самых обычных трениках. И купила, показывала даже в обзоре. Я расскажу, как можно стилизовать самые обычные штаны спортивные, чтобы выглядеть. Но если уж не элегантно, не красиво, то уж точно современно. И самое главное, не межно при этом иметь максимальный комфорт. Итак, что я узнала интересного вчера в мужском магазине Levi's, куда мы тоже отправились смотреть джинсы. Потому что выбрать джинсы, что женские, что мужские, мужские вообще очень сложно. Но и женские тоже сложновато. Хотя я вчера, например, в Заре видела огромное количество неплохих брюк из джинсовой ткани, будем так говорить. Не знаю, как склонять слово джинсы. Джинсы я не совсем понимаю. Так что если я вдруг говорю неправильно, исправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Пропустим эту приехавшую машину, которая сделает нам немного шума. Так, попросила я консультанта в мужском отделе Levi's принести джинсы а-ля бананы, объяснила. Я попыталась объяснить. То есть это высокая посадка. Хотя на самом деле меня совершенно корректно исправил продавец и консультант. Он сказал, что это не высокая посадка, которую я имею в виду и которые имеют вот эти конкретно джинсы. Это нормальная, вита нормали. То есть это нормальная посадка. И он сказал, что то, что я пытаюсь ему объяснить, то есть высокая достаточно посадка, непривычная нашему взгляду, достаточно вот такой округлый силуэт, который заужается к низу, благодаря тому, что джинсы подворачиваются. Джинсы не узкие, джинсы широкие. Ну, в общем-то, классические бананы по-другому не скажешь. 90-е вспоминаем все, кто помнит. Вот такие джинсы я хотела посоветовать носить своему мужу и, по крайней мере, убедила его примере. Так вот, он сказал очень интересную вещь, на которую я бы не обратила внимания, если бы сама почти два года назад не забрала из мужского, из мужского гардероба джинсы. Я показывала, как я их обрезала и носила, как джинсы Boyfred. Так вот, он мне сказал, что такой силуэт достигается, внимание, не за счет кроя и не столько за счет кроя, сколько за счет покупки и ношения размера джинсов на несколько размеров больше. Что это значит? Это значит, что мы берем самые обычные, внимание, прямые джинсы, которые имеют такую старомодную посадку, то есть достаточно высокая на нас ждет посадка, хотя, повторюсь, это нормальная посадка, то есть в районе пупка будет заканчиваться у нас линия талии, которая обозначается краем нашего изделия. И таким образом, поскольку джинсы большие, мы утягиваем их ремнем и получаем вот эти сборки, которые у нас и создают вот этот эффект полунчин, эффект шарика. Внизу джинсы тоже достаточно широкие, они прямые у нас, они широкие, и мы их подворачиваем. И вот таким образом мы получаем этот знаменитый силуэт бананы. Да, безусловно, бананы можно найти непосредственно в магазине. Это могут быть джинсы, а могут быть брюки. Но если вдруг вы не можете найти, имейте в виду, что из самых обычных джинсов прямого кроя, мужских либо женских, купленных на 2-3 размера больше, можно сделать бананы. За счет того, что мы будем носить ремень, а ремень я всем рекомендую носить. Ремень на джинсах смотрится мега супер стильно. Я сама забываю надевать, но когда надеваю, я вижу, что это прямо-таки картинка на 180 градусов поворачивается, она улучшается. В плане стилистики ремень всегда-всегда желателен. Поэтому мы вот их присборим в районе талии, и, конечно же, мы их подкатаем внизу. И таким образом мы получим вот этот модный силуэт. А модный силуэт сейчас, хотим мы или нет, это 90-е. В защиту подобных джинсов могу сказать, что я, в общем-то, сама не очень люблю эту высокую талию. Она может создавать нам живот за счет ширинки, которая не всегда плотно прилегает. Точнее, за счет вот этого гульфика, если я не ошибаюсь, так называется. Не знаю. За счет вот этой части она не всегда хорошо прилегает, и как будто бы у нас появляется лишний объем. Да, это правда. Но в защиту могу сказать, что эти джинсы мега супер теплые, потому что, на самом деле, мы все привыкли уже вот к этой низкой посадке. Спина постоянно, если уж не открыта, то полуоткрыта, то вот эти джинсы, они настолько плотно здесь облегают. Я тоже много раз говорила, почему я ношу ремень, почему я так люблю ремень, почему я так люблю пояс и всегда затягиваюсь и утягиваюсь. Ну, помимо того, что да, я похудела, и долгое время я не могла позволить себе такой аксессуар, но на самом деле это очень-очень тепло, когда вот здесь у тебя все затянуто и все утянуто. Поэтому подобные джинсы могут стать для вас действительно палочкой-пыручалочкой. Прежде всего, если вы будете носить их под верхнюю одежду, то есть вы можете распахнуть пальто, тренч, все что угодно. Это может быть что-то удлиненное, что не позволит никому оценить ваш силуэт, потому что эти джинсы действительно могут полнить. Но при этом вам будет очень-очень тепло и поверьте мне, вам будет очень-очень комфортно. Ну и плюс могу сказать, вот этот вот обруч достаточно плотный в районе талии, либо мы его создадим за счет затянутого ремня, либо уже джинсы будут таким образом скроены, как мои. А это очень дисциплинирует в том, что касается плотного завтрака, обеда и ужина, потому что, ну, ты просто не можешь все это поглотить, потому что ты будешь чувствовать, что тебе некомфортно в твоей одежде. Итак, это все, что я хотела сказать по поводу выбора вот подобных джинсов и где их взять, если вдруг в вашем городе такие джинсы еще не продаются. А вы хотите быть на стиле, вы хотите так же, как и я, вернуться в 90-е. И могу сказать, что об этом совете я узнала после того, как я посетила мужской отдел манго. В моих планах в ближайшее время посетить мужской отдел манго и померить самые обычные чинос манго в мужском отделе. Они, конечно же, со скидкой, они неплохо всегда сделаны. И хочу посмотреть, смогу ли я прикупить себе там штанишки и обыграть их вот таким образом, как сейчас вам рассказала а-ля бананы. Вы мне скажете, Яна, зачем ты изобретаешь велосипед и не идешь и не купишь себе на том же самом рынке, в том же самом масс-маркете? Да просто потому, что в мужских отделах все очень-очень удобно выбирать. Там есть рубашки, там есть джинсы, брюки. И ты все это видишь, там нет вот этого огромного ассортимента, который предлагается очень часто в магазинах масс-маркета, допустим, в женских отделах. Там нужно ну столько перебрать и столько вещей перелопатить, прежде чем найти свою нужную и отнести эти 10 нужных в примерочную, что для меня это просто очень-очень утомительно. Я нахожу лучшее качество и за меньшие деньги, и все гораздо-гораздо для меня удобнее в плане выбора именно в мужских отделах. В данном случае я отправлюсь в мужской отдел манго. И хочу также сказать, если вдруг вы так же, как и я, являетесь любителями скини, возможно, не все видели мои старые видео, хочу сказать, что для того, чтобы скини сидела прекрасно, необходимо соблюдать два момента. Первый момент, перед тем, как вы отправитесь на поиски своих идеальных скини, вы должны вот здесь на руке отмерить 11 сантиметров. И неважно, в каком размере вы находитесь, не знаю, даже 44-46 женский, либо 38-40, не больше 11 сантиметров, либо 11-12, если у вас, допустим, женский 46 размер, итальянский. То есть, очень-очень узкая должна быть нижняя часть. Только так скини будут сидеть классно, иначе будет дисбаланс. Очень сильно обтянута верхняя часть, и как будто бы хочется утянуть нижнюю часть в районе щиколотки. Скини смотрятся классно, и супер, как раз таки, потому что они обтягивают полностью ногу, они несколько имитируют леггинсы, но не позволяют нам выглядеть слишком откровенно, как мы можем выглядеть в леггинсах, потому что, конечно же, джинсовая ткань, она более плотная. Поэтому отмеряем на руке, и вот таким образом замеряем, не больше 11 сантиметров. Только такие джинсы скини мы несем в примерочную. Все, что будет больше, есть риск купить вещь, которая не будет сидеть на нас хорошо. И второй секрет, это обращать внимание на состав. Я бы рекомендовала вообще брать 100% хлопок, если речь идет о джинсах, тем более о таких джинсах, как вот у меня в руках, то есть а-ля бананы, то есть не узкие джинсы. Но если джинсы узкие, эластан должен быть, иначе мы их просто не натянем. Должна быть прямо-таки молния до колена, чтобы джинсы, ну хоть как-то нам натянуть и ногу туда протолкнуть. Так вот, имейте, пожалуйста, в виду, что эластана должно быть не более 3%. 3% это уже не очень хорошо. На таких скини будут вытягиваться колени. В примерочной такие скини вы гораздо проще на себя наденете. И вам покажется, что это нужная вам вещь, потому что все сделано как раз-таки таким образом, чтобы вы купили вещи, чтобы в примерочной вам было комфортно. Кстати, почему мне задал, был задан вопрос, почему в Манго так много, точнее, мне был задан интересный вопрос, почему в масс-маркете, в женских отделах настолько хуже стало качество относительно каких-нибудь 10 лет тому назад и настолько хуже качество, чем в том же самом масс-маркете, но в мужских отделах. Я считаю, что все очень-очень просто. Нас женщин, я часто говорю, что минимализм, он, в общем-то, имеет женское лицо. Нас женщин очень легко вынудить к покупке. Мы настолько неприхотливые потребители красивой одежды в данном случае, что, в общем-то, и качество, с качеством можно, что называется, поиграть производителю. И этого он не может себе позволить в мужских отделах. Мужчины гораздо более критичны к тому, что они покупают. Так вот, мужчины гораздо более критичны к тому, что они покупают за определенную цену. В то время как мы, женщины, очень часто совершаем эмоциональные покупки, очень часто совершаем покупки просто потому, что мы считаем, что это в тренде, это модно, это хорошо, это того цвета, который должен быть в этом сезоне. Соответственно, и таким образом ведет себя с нами тот или иной производитель, тот или иной продавец. Поэтому помните, что скини будут хорошо носиться, у них не будут вытягиваться колени. И самое главное, скини не будут спускаться, потому что, если подобные джинсы-бананы мы можем утянуть ремешочком, то со скини такой фокус не пройдет. Скини будут хорошо смотреться и носиться, если они будут практически без эластана. Вот на мой взгляд, 2% это идеальное количество эластана, в которое мы можем позволить себе в джинсах скини. 3% уже, скажем так, будут, есть риск, что джинсы будут спускаться. Ну, а если 4, 5, как я часто встречаю, либо 6, это то, что в примерочной мы очень легко наденем, это то, что в примерочной нам понравится, потому что это будет такой быстрый комфорт и нам будет казаться, что да, такие джинсы будут хорошо носиться. Но наоборот, то, что в примерочной натягивать придется очень и очень с большим трудом, то, скорее всего, и носиться будет хорошо в жизни, потому что, повторюсь, они не будут спускаться И они не будут вытягиваться на коленях. Ну что ж, напоследок покажу вам свои штанишки с начесом. Купила я их вот на этих распродажах, показывала. И это очень-очень классная вещь, которая стоит недорого, которая может смотреться очень-очень стильно. У меня размер S, и это мужская линейка, соответственно, если бы это была женская, она бы сидела несколько иначе, даже в размере S. То есть силуэт был бы более узкий. Но нам понадобятся именно широкие брючки, которые здесь у нас сидят хорошо и которые, самое главное, имеют резинку внизу. И что я заметила? Если мы наденем подобные спортивные брюки с очень обтягивающим верхом, то, что мы не могли себе позволить много-много лет, потому что такой силуэт, он не приветствовался, то теперь это на самом деле самое то, что нужно. И поверх мы наденем либо укороченную джинсовую куртку. Что значит укороченная? Это значит, что линия края нашей куртки, это может быть, кстати, и кожаная куртка косуха, это может быть и бомбер кожаный, либо из текстиля. Но очень важно, чтобы край нашей верхней одежды, он заканчивался именно там, где начинаются у нас наши брюки, джинсы, о которых бананы, о которых я сейчас говорила. Либо, как в данном случае, треники. Я сегодня в пальто, потому что для кожаной куртки было очень холодно, но я совершенно точно знаю, что у меня есть кожаные куртки, они укорочены, у меня есть также бомберы, они тоже укорочены. Будет смотреться очень-очень хорошо. Это такая новая стилистика, которой не привык взгляд, которую многие могут осудить и не принять, но если вы особо фэшн-смелые, то, пожалуйста, за небольшие деньги, потому что спортивные штаны, к счастью, не стоят дорого, их достаточно легко найти. За счет вот такого облегающего верха, внимание, именно облегающего, это может быть даже футболка облегающая, что тоже долгое время мы не носили футболки, у нас были немножко овер, немножко даже с мужского плеча, либо напрямую с мужского плеча, мы получим очень классный силуэт и будем выглядеть, самое главное, классно, модно, стильно. Но нам при этом будет совершенно точно комфортно, потому что очень часто мы выглядим модно, классно и стильно, но носить определенные вещи, это действительно сложно. Я говорю прежде всего об обуви на каблуках, которые всех женщин украшают, безусловно, но ходить в обуви на каблуках целый день очень-очень сложно. Желаю всем хорошо, классно выглядеть, найти свою идеальную пару джинс, либо джинсов, на самом деле не знала, как правильно говорить. Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока!